Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «По существу» и в студии Анастасия Алексеева. Сегодня у нас в гостях Ольга Салтыкова, директор компании «По оценке персонала». Здравствуйте, Ольга! Добрый день, Анастасия! Сегодня, в третью среду сентября, 17 сентября в этом году, свой праздник профессионально отмечают специалисты-кадровики. И сегодня этот день, конечно, называется День HR-менеджера, но, тем не менее, HR-менеджер – это уже далеко не кадровик. Вот в чем разница? Ну, на самом деле, действительно, это современная модификация профессии специалист по отбору персонала и специалист, возможно, отдела кадров. Но на сегодняшний день, поскольку очень многие организации четко понимают, что без развития, без обучения, без работы с кадрами клиентаориентированность, конкурентоспособность невозможны, то это уникальные люди, которые должны уметь управлять человеческими ресурсами. Так и переводится с английского «human research» – специалисты по развитию, по использованию человеческого ресурса. То есть это люди, которые должны уметь адаптировать новых сотрудников, грамотно их подбирать, определять, какие у этого человека потенциальные сильные качества. Это люди, которые должны очень грамотно проводить адаптацию этих сотрудников, работать с кадровым резервом и стратегически мыслить и знать, что через 3-4 года нам нужны будут вот такие-то, такие-то специалисты, а следовательно, нам нужно будет их готовить. Это люди, которые должны уметь предвосхищать профессиональное выгорание, это люди, которые должны уметь оценивать потребность в обучении и выбирать тот вид обучения, ту тренинговую компанию, которая сможет обеспечить это обучение. Ну и, конечно, это люди, которые должны уметь координировать микроклимат в коллективе. То есть, видите, это такие универсалы и психологи, и социологи, и когда-то педагоги, и конфликтологи, ну и юристы, поскольку это и оформление людей на работу, и оформление полностью всей документации, которая связана с трудовым законодательством. Вот такие вот универсальные, просто замечательные люди. Да, действительно. Но сегодня какие люди все-таки требуются на рынке труда? Какими вот универсальными компетенциями они должны обладать? Ну, что касается, возможно, рейтинга вакансий, здесь, наверное, лучше даст информацию служба занятости. Но что касается вот этих вот требований к современному персоналу, то здесь произошла небольшая рокировка буквально вот в последние годы. Во многих компаниях требуются люди, и эта компетенция оценивается в первую очередь, компетенция, которая называется эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это умение чувствовать и оценивать собственные эмоции, а, следовательно, координировать свои эмоции. Не переходить на негативный тон, тогда, когда они работают, например, с трудным посетителем. Уметь грамотно преодолеть конфликтную ситуацию, уметь повести себя грамотно в какой-то стрессовой, сложной ситуации. И вот именно эмоциональный интеллект сейчас оценивается в первую очередь. В принципе, есть совершенно разнообразные методы оценки эмоционального интеллекта. И поскольку люди, которые набираются в компанию, чаще всего должны будут взаимодействовать с клиентом обязательно, по крайней мере, взаимодействовать друг с другом обязательно, то именно эмоциональный интеллект выделяется и ставится на первое место. Кроме того, любому навыку работы с компьютерной программой, работе, например, с теми или иными документами можно обучить. А эмоциональный интеллект – это та вещь, которая, к счастью, а может, к сожалению, воспитывается очень-очень рано. То есть практически до трех, до пятилетнего возраста ребенка формируется его эмоциональный интеллект, и дальше он только отшлифовывается. И каким-то образом глобально поменять эмоциональный интеллект сотрудника уже будет очень-очень сложно. Вот знаете, в интернете сейчас гуляет такая шутка, мол, оформил свое резюме, написал и расплакался, какой я хороший. Действительно, кто будет о себе писать плохо, тем более в резюме, но тем не менее, кто-то любит, может быть, и приврать, и приукрасить действительность, чтобы получить желаемую должность. Вот как работодателю в этом случае не остаться у разбитого корыта, принять на работу человека, а затем понять, что он не совсем на нее подходил? Ну, на самом деле, ошибки при подборе персонала обычно очень дорого обходятся работодателю. Этого человека нужно принять, этого человека нужно обучить, адаптировать, то есть на это уходит время. И если потом оказывается, что человек не соответствует желаемым требованиям, то это, конечно, очень плачевно. Но многие организации на сегодняшний день отказываются от формата резюме как такового. Оно заменяется очень часто на так называемое мотивационное письмо, либо на эссе. Эти виды документов, они намного более объективно дают информацию о человеке, по крайней мере, сразу видно. Знает ли человек ту организацию, в которую он отправил это письмо, или он просто рассылкой разослал свое резюме? Очень четко видно, какой уровень знаний у этого человека, поскольку мотивационное письмо предполагает то, что человек назовет те причины, по которым организация должна его взять к себе на работу. Что он такое может предложить организации в плане повышения эффективности ее деятельности, в плане развития этой организации. И, следовательно, организация должна заинтересоваться, принять на работу именно этого сотрудника. В резюме, конечно, приврать гораздо проще. Но хотя, на самом деле, очень часто бывают ситуации, когда в резюме человек очень скромно о себе отзывается. В реальности он намного более богат в плане опыта, чем он описывает это на бумаге. Если говорить уже о набранном персонале, о работающих людях, какие есть методы оценки персонала? На сегодняшний день методов оценки персонала очень много. Одно дело, что очень часто они используются не совсем грамотно. В очень многих организациях используются, например, тесты. Причем они используются последние 10 лет, и все сотрудники уже знают, какие там ответы, и приходят уже полностью готовые. Или, например, задаются вопросы, которые тоже не могут дать характеристику тому, насколько человек соответствует данной должности и насколько он эффективен на данной должности, например. Поэтому сейчас используются очень объективные методики, как правило, западного стандарта. Например, формат ассессмент-центра. Это различные методики, которые характеризуют человека как соответствующего должности, либо, возможно, выявляют его потенциал и дают рекомендации для его дальнейшего развития. На сегодняшний день очень многие боятся оценки вообще. То есть вот какие, Анастасия, у вас, например, ассоциации со словом «оценка»? Ну, не знаю, школьные. Да, контрольная работа, двойка. Очень многие думают, что после оценки они рискуют своим рабочим местом, они могут быть уволены. На самом деле оценка проводится для того, чтобы понять, как развивать этого сотрудника. Что ему необходимо для того, чтобы он перешел на новый качественный уровень своего развития. Оценка дает тот огромный богатый пласт работодателю, который поможет ему перевести его сотрудников на новый уровень. И для этого используются как деловые игры, так и индивидуальные упражнения. Упражнения, в которых человек смог бы продемонстрировать навык не из области теории, а на практике. То есть, например, из подручного материала, вот вам ручка. Пожалуйста, попробуйте провести мини-презентацию этой шариковой ручки так, чтобы нам захотелось ее купить. Ну, как пример одного из упражнений. И человек действительно демонстрирует, либо не демонстрирует те навыки, которые он должен демонстрировать в повседневной жизни. Если он, например, специалист отдела продаж и так далее. Ну, она подходит к вашему маникюру, я бы сказала. Вы умеете делать комплименты, Анастасия. Ну что ж, спасибо большое, Ольга, за приятную беседу и за те, наверное, данные, которые вы сегодня смогли озвучить. Я желаю, чтобы наши работодатели никогда не ошибались в своих людях, в своих работниках. Ну, а работникам, знайте, вас всегда могут проверить и оценить. В хорошем смысле слова. Что ж, еще раз спасибо, Ольга Юрьевна. Спасибо всем телезрителям, что вы были с нами. Это была программа «По существу». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин